Всем привет дорогие друзья, на связи обучающий канал Создать Сайт. В сегодняшнем видео, точнее в этом трейлере я покажу, вернее презентую нашу будущую обучающую программу. Итак, в эту пятницу, 18 числа, я выложу в бесплатном доступе на канале обучающую программу Мини Магазин. Сейчас вы видите у себя на экранах сайт, который вы можете сделать по этой программе. Кстати говоря, прежде чем показать вам сайт, я хочу рассказать о программе, этой обучающей программе Мини Маркет. Эту программу я записывал никак не в виде презентации, как обычно, я ее сделал в прямом эфире. Я взял сайт, пример, то есть тему, которую нужно было сделать. Создал домена имя, хостинг, установил на него в WordPress, в прямом эфире, шаг за шагом, с нуля, начал создавать сайт. То есть, это будет не монтажное видео, то есть, видео без монтажа, а вы реально в прямом эфире можете посмотреть, как шаг за шагом создается сайт и какие проблемы возникают при разработке интернет-магазина и какими путями я их решал прям в прямом эфире. То есть, вы увидите весь процесс разработки. Итак, что же есть в этом магазине? Значит, эта тема была вообще создавалась как полноценный широкомасштабный интернет-магазин. Но, как все обычно и бывает с темами WordPress, с большинством тем WordPress, то, что все начиналось очень так перспективно, но в итоге все было недоработано и закончилось почти ничем. Но, тем не менее, эта тема, она обладает очень красочным дизайном, очень интересной концепцией. Даже с недоработками она очень хорошо подходит для создания маленьких магазинов или вообще одностраничных магазинов. Смотрите, в шапке сайта мы имеем вот такое название. Логотипы здесь плохо устанавливать, они не очень хорошо выглядят, но, тем не менее, тоже можно. А вот этот, как бы, текст по шаблону записывается после ввода названия магазина. Вот тут меню поиска идет товаров. Здесь идет меню. То есть, почему здесь я не делал широкомасштабного меню? Все дело в том, что, смотрите, если я сейчас уменьшу размер экрана, да, тут, тут все хорошо будет выглядеть. Видите, зажимается, зажимается, зажимается. И вот навигационное мобильное меню появляется в самом конце при маленьких вообще разрешениях. Если бы мы использовали по полноценное меню, да, то есть с названиями, то это все было вниз сдвинуто и это было очень некрасиво. Так, то есть мы имеем вот такое меню. Что здесь? При клике здесь будет выходить всплывающее окно с обратной связи. Здесь должен будет запускаться автоматический набор телефона, если клиент ваш сидит с мобильного, ну, со смартфона. И почтовый сервис. Переадресаться почтовый сервис для того, чтобы можно было написать письмо. Это слайдер. Я его переадресовал на страницу каталога. А это разбивка по категориям. Вы кликаете, появляетесь, попадаете на категорию. Но к этому мы еще вернемся. Далее идет вот такая область с преимуществами. То есть этот магазин будет иметь красочный дизайн, как у лендинга. Тут переадресации в основные категории также идут. Здесь будет набор баннеров, которые ведут на конкретной категории. То есть и внизу вот здесь такая небольшая презентация каталога по категориям. Майки, толстовки. Вот так вот. И внизу видите подвал сайта. Тут еще встречаем помимо меню один косяк у этой программы. Дело в том, что как бы вам не смешно не было, но разработчики этой темы не предусмотрели наличие подвала сайта вообще в этой теме оформления. Поэтому я сверстал вам шаблон этого подвала сайта. Тут все кликабельно. Можно тоже автоматический набор телефона или письма, отсылка письма. Вам все, что нужно будет сделать в обучающей программе. И это с конкретного файла скопировать код и вставить туда, куда я скажу вам. И в итоге ваш подвал сайта заработает. Ну и естественно я вам расскажу, как его подредактировать под себя. Теперь по каталогам. Например, смотрите, мы можем здесь перейти в категорию, например, джинсы. Кликаем и видите, джинсы отобразились все. Справа мы имеем вот такой вот дизайн с брендами, да. То есть поло мы, допустим, кликаем. И вот майка поло. Все товары, ну допустим, вот сюда кликнем, чтобы больше товаров было. И вот все товары этой компании. Ну то же самое, допустим, с категориями товаров, то есть каталог. По факту, давайте я вам покажу внутренность этого магазина. Значит, перейдем во все страницы. Я хочу показать, сколько по факту страниц. Смотрите. Страниц мой аккаунт мы не используем. По факту из всех страниц, сколько здесь страниц. Это главная страница у нас, которая вам показывал. Страница каталога, который я также вам показал. Где расположены все категории. Корзина, естественное оформление заказа. Все по факту. Тут помимо каталога одна страница. Так что смело можно назвать, в принципе, этот сайт или этот интернет-магазин, как одностраничный магазин. То есть он по факту является мини-магазином. И в итоге я в прямом эфире создам его с вами за, там, по-моему, что-то за полтора часа. Причем это, опять же, я повторюсь, это будет не набор фрагментов, презентации слайдов. Это будет все показано в прямом эфире. Я вам буду показывать шаг за шагом, как это все делать. И возникнут, да, у меня там по факту создания сайта возникнут некоторые проблемы, которые мы будем с вами устранять. И тем самым вы увидите, что абсолютно всех разработчиков, будь вы с опытом или нет, всегда возникают какие-то проблемы при создании сайтов. И поэтому это новый формат. Я надеюсь, вы его оцените. На самом деле этот курс уже снят у меня давно, уже он у меня месяц лежит. Но я, как и обещал, его 18-го числа выложить, поэтому я его не выкладываю. Ну а ноябрь еще будет презентация. В ноябре у нас месяц плагина Elementor. Там мы создадим с вами, я думал, сначала один сайт, одну программу делать. Но я сделаю три программы. В первой программе мы возьмем с вами какой-нибудь, ну у меня есть там сайт по продаже часов одной модели. Я покажу вам, как можно просто сделать дубликат сайта. Ну как дубликат, допустим, к вам как разработчику обращаются клиенты, говорят, мне вот нужен вот такой сайт. И вы можете с плагина Elementor просто собрать копию этого сайта. И вот сначала мы соберем один лендинг, который без меню, просто один товар презентует и можно заказать товар. Второй лендинг мы сделаем с меню, тоже на какие-то, возможно, несколько товаров. И третий лендинг мы сделаем либо для компании, либо мы сделаем его на несколько товаров, мини-магазин. А может быть я еще четвертую программу сделаю, которая будет презентово показывать, как можно собрать имена только, только главную страницу интернет-магазина. Не весь интернет-магазин, а только главную страницу. В общем, давайте до встречи 18-го числа, обучающую программу. Также скоро выйдет еще один у меня подкаст, там я с вами буду разговаривать и освещать такую тему, которая будет интересна для тех, кто занимается созданием сайтов профессионально. И, вернее, хочет заниматься созданием сайтов профессионально, я расскажу, какие технологии учить, как учить, какие курсы брать, какие не брать, стоит ли вообще эти курсы брать и многое другое. Возможно, даже расскажу о том, как я начал сам это делать. Если интересно, пишите в комментариях. И также я вам раскрою секрет о своей настоящей профессиональной специализации и профессиональной деятельности. Ну все, до встречи 18-го числа.